МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Одна из лучших усадеб Московской губернии конца XIX – начала XX века – Введенская. В XVIII столетии эти земли император Павел I пожаловал своей фаворитке Екатерине Лопухиной. Дом-дворец с колоннами сначала был сделан из дерева, но в 1912 году его разобрали и сложили из кирпича. А еще спустя шесть лет искусствовед Юрий Анисимов предложил создать здесь музей. По самому расположению своему, в Введенское было бы в высшей степени удачно для устройства в нем музея, где могли бы быть сосредоточены вещи со всего западного района уезда, изобилующего усадьбами. Так начиналась история Звенигородского музея на два года раньше, чем принято считать. Официальная дата его создания – 18 июня 1920-го. В этот день в газете «Красный луч» вышла заметка о торжественном событии. Экспонаты для нового музея свозились из разных усадеб. Это громадный список на сотни практически страниц. Мы его сейчас переписали, анализируем, и очень интересно анализировать. К сожалению, неизвестно точно, какие предметы происходили, из какого собрания. Ну, понятно, что это были, прежде всего, усадьбы. Усадьбы Веденская, усадьба Коралова, усадьба Иршова, усадьба Ильинская, Глекокняровская, усадьба Усова, усадьба Петровская, Любаново, Нарфаминского района. В те же 20-е годы создается музей церковной старины в Савино-Старожевском монастыре. А уже в 22-м, спустя всего два года после открытия, экспозиция в Веденском перестает существовать. Но коллекцию не трогают. Была оставлена в Звенигороде, соединившись с монастырской коллекцией. Это было сделано, и большая часть этого музея в Веденском была приобретена в монастырь. И вот примерно осень и начало 23-го года это обустройство музея нового монастыря. Основная экспозиция музея была открыта на втором этаже трапезной Савино-Старожевского монастыря. Ее церковная часть отошла на второй план. А на первый вышла столь неугодная советской власти усадебная тема. Судя по фотографиям, которые сохранились, дальнейшие залы были использованы как раз для показа быта помещих усадеб. И они были расформированы так как бы по стилям, по различным эпохам правителей 19-18 веков. Этот музей, который отвечал по сути за сохранение сокровищ прежних господствующих классов, конечно же встречал нарекания у новых правителей. Судьбоносное для музея решение властей было принято в 1927 году. В Савино-Старожевском монастыре разместили колонию для беспризорников. Деятельность учреждения культуры свернули в считанные часы. Экспонаты в спешке свезли в Рождественский собор до лучших времен. Они наступили спустя год. На этот раз экспозиция разместилась в трапезной Рождественском соборе и Троицком храме. Новая такая страшная происходит веха в историю музея. Точные даты мы не знаем, но появляется решение устроить в монастыре воинскую часть. И тут уже и колонистов мы не встречаем, и, конечно же, музей здесь мешается. Если воинская часть, то значит, она довольно закрытая, и понятно, что музею там делать нечего. Музей снова был закрыт, но на этот раз экспозицию расформировали. Лучшую и большую ее часть отправили в Истру. Основания передачи неизвестны до сих пор. Документы оказались утеряны. Впрочем, как и бесценные предметы Звенигородской старины. Не все предметы попали в Истру. Скорее всего, были только драгоценные предметы, какие-то очень важные. А второстепенные предметы попали именно в Успенский собор. Прежде всего, это были чучело животных, естественно, исторического отдела. Какие-то именно крестьянские такие вещи. Конечно же, собрание живописи и церковное собрание драгметаллов, конечно, не попало. Особая гордость музея. Экспонат номер один. Готическое кресло. Датируется XVI-XVII веком. Сделано во Франции. В музей попало из усадьбы Успенская. Чудесным образом тогда, в 1939 году, этот предмет мебели не был передан в Истру. Кресло это представляющее собой вроде как трон, но с другой стороны, оно в себе заключает сюжеты, не относящиеся к теме прославления того, кто на нем сидит, а, скорее всего, к теме какого-то такого бичевания, что ли, его душевных и духовных низких сторон. Мы видим здесь в центре сцену бичевания монаха, который был искушен бесом, воплотившимся в образе женщины. Женщина-то бежит от него, соблазнив его, а другие бесы, в виде уже таких псов, избивают этого искусившегося монаха. То есть здесь как бы такое шутовское кресло, да, мы получаем. Во время войны оставшаяся коллекция Зенегородского музея находилась в Успенском соборе на городке. Именно там в мае 44-го года решили возобновить работу учреждения. Но из-за стесненных условий широко представить экспонаты не удалось. Еще два года спустя храм передали верующим, а музею – Троицкую церковь и Рождественский собор. Экспозиции в помещениях на территории монастыря открылись к началу 50-х годов. Первым делом новый руководитель музея попытался вернуть утраченную перед войной коллекцию. Он стал требовать возвращения коллектива предметов из Истры. Некоторого количества предметов он добился. Их обратно записали в книгу поступлений. Вот за нами находится Покров Сава-Стражевского. Это один из двух предметов монастырской резницы, которая сейчас находится в собрании музея. Второй предмет – это филон XVII века, который находится на постоянной экспозиции «Древний Зенегород». Кроме того, вернулась часть коллекции фарфора. Некоторыми экспонатами поделились коллеги из других музеев. Дополнить экспозицию решили предметами народной жизни. Идея собирания народной коллекции. Народных тканей, народных ремесел, быта, крестьянства. И собирания колхозной коллекции. Очень большой комплекс предметов в нашем собрании. Это как раз комплекс, рассказывающий об истории колхозов Зенегородского края. 60-е и 70-е годы – расцвет Зенегородского музея. В 66-м году он получает статус историко-архитектурный. А после передачи в ДАР более 200 работ народного художника Бориса Яковлева в названии учреждения появляется слово «художественный». Конец XX века. Самые яркие годы в истории Зенегородского музея. Музей получил в полное владение все памятники обители Сарожевской. Это, конечно, уникальный памятник в Подмосковье, который очень хорошо сохранился. Очень близко подошла война, но война нисколько не уничтожила этот великолепный памятник, сохранившийся с XV века, XVII века. Такой целостный ансамбль. Именно благодаря Зенегородскому музею в Савино-Старожевском монастыре возродилась духовная жизнь. Первый после долгого простоя богослужения, первый крестный ход от Успенского собора на городке до обители. Это было такое невероятное событие, которое связано с такими чудесами, когда просто никто не знал, но в монастырь на это богослужение, на первое молебен, собралось невероятное количество народа. Наш сотрудник Зенегородского музея, тогдашний реставратор Алексей Менченко, проставился тем, что он собирал этот народ, взяв молоток, он полез на колокольню и звонил в единственный колокол. В 1995 году решением Синода Русской Православной Церкви был воссоздан Савино-Старожевский монастырь. Через три года часть зданий музея передали обители. В распоряжении музейщиков остались царицыны палаты и административный корпус, в котором и в наше время располагается самый большой выставочный зал музея. Сейчас в нем представлена юбилейная выставка «Музейный алфавит от А до Я». Здесь каждая буква – шифр. По задумке сотрудников Зенегородского музея, посетители юбилейной экспозиции могут не только увидеть самые интересные экспонаты, но и окунуться в музейные тайны. Когда мы увидели, что очень много информации на этой выставке, то ее можно было назвать еще и музейной энциклопедией. Но это как раз такая идея, пускай ее реализуют уже наши потомки на следующем юбилее 150-летия музея. Сейчас в Зенегородском музее работают четыре экспозиции – две постоянные и две временные. Музейный алфавит от А до Я и иконы личного благочестия. Последнюю можно изучить в царицыных палатах, расположенных на территории монастыря. В 2015 году, уже во время спасительных археологических работ в районе, сейчас это район улицы Игнатьевской города, в 16 веке это было селище Игнатьевское, предположительно это было поселение, принадлежащее боярам Елизаровым, знатные бояре, служившие еще Ивану Грозному. И вот, предположительно, на месте богатого боярского дома был обнаружен сруб, углубленный в землю, и в этом подвальчике был обнаружен склад оружия. Ну и, среди прочего, действительно, два шлема этого периода были обнаружены. Это шлемы 16 века, эпохи Ивана Грозного. И шлемы очень хорошей сохранности. И навершии сохранились, и можно даже рассмотреть орнамент, который украшает периметр шлема. Сохранились на уши также, и кусочки кожи, которые его оборачивали в сохранности. До 2015 года историкам было известно лишь о двух похожих по богатству инкрустации шлемах этого периода. Один хранится в оружейной палате Кремля, другой в Королевском арсенале в Стокгольме. А теперь еще два – в сокровищнице Звенигородского музея. Они – часть постоянной экспозиции «Древний Звенигород», посвященной истории города. На этой выставке находятся экспонаты, датируемые самыми древними периодами. Это и каменные века, и железные века, найденные здесь на раскопках. А также очень интересные украшения женщин племен Вятичей, Кривичей. Большое количество здесь представлены. Конечно же, это предметы и церковной утвари, и оружие, предметы, олицетворяющие боевую славу русских воинов. Уникальный экспонат – это шлем XVI века, который был найден здесь не так давно, в 2015 году. Конечно же, здесь представлены и картины, и репродукции, и много-много всего интересного. Особенно будет интересно детям рассмотреть вот эти древности. Здесь же, в Царицыных палатах, представлена и другая излюбленная посетителями экспозиция «Покои боярыни XVII века». Она состоит из трех частей – парадно-гостевой залы, трапезной и светлицы. И именно здесь мы можем ощутить атмосферу богатого боярского дома XVII столетия, познать, какой был быт, потому что быт, конечно же, от нашего современного мироустройства отличается. Мы можем увидеть, как жили люди в эпоху домостроя. Совершить путешествие во времени, перенестись в древний Звенигород или оказаться в гостях у боярыни можно ежедневно, кроме понедельника, с 10 до 17 часов. Мы предполагаем все-таки и мечтаем о том, что в Савино-Сторожевском монастыре, с которым практически вся история музея связана, мы продолжим сохранять свою музейную деятельность в этом древнем здании, в Царицыных палатах, и рассказывать здесь о древней истории. А вот история нового времени с XVIII века, у нас появится такая возможность показать ее уже в Манеже. И мы планируем в Манеже открыть выставку, посвященную истории уезда, и, кроме того, показать, конечно, все музейные коллекции. 13 лет назад музею был передан городской Манеж. Это самое старое кирпичное здание в Звенигороде, построено в 30-х годах XIX века. Сейчас в нем идут реставрационные работы. По плану они должны завершиться к концу года. Буквально в ближайшие дни будет закрыта крыша, и это самое важное. И начнутся уже тогда и внутренние работы, и завершатся фасадные работы. Но ведь это не главное. Главное в том, чтобы наполнить это здание жизнью, чтобы наполнить экспонатами, наполнить какой-то гостеприимной такой средой для всех людей, которые захотят посетить Манеж. Планов у сотрудников музея много. Например, представить в новом помещении знаменитый птичий архив, или провести выставку работ Бориса Яковлева. Еще одна задумка связана с Андреем Рублевым. Это единственный город в Москве, связанный с именем иконописца преподобного Андрея Рублева. Мы хотели бы реализовать такую интересную идею, создать мультимедийный проект, неизвестный Андреем Рублевым. Сотрудникам музея есть чем удивить посетителей. Дело за финансированием. Когда средства будут выделены, начнется большая работа по заполнению выставочного пространства. А вместе с этим и новый период в жизни Звенигородского музея с более чем вековой историей.